Народный артист России Алексей Гуськов приехал в Хабаровск. Он участвует в презентации фильма «Вечная жизнь» Александра Христофорова. Картина выйдет в октябре. Актер является продюсером ленты, одним из авторов сценария и сам сыграл главную роль. Ирина Забродина встретилась с мастером. Всем рад, всем улыбается. На лице Александра Гуськова ни тени усталости. Хотя график у артиста очень напряженный. Едва ли не каждый день перелеты. В Хабаровск из Владивостока. В Владивосток из Южно-Сахалинска. Главная миссия – рассказать о фильме «Вечная жизнь» Александра Христофорова. Считает это кино одним из лучших своих проектов и даже рекомендует в качестве лекарства от осенней хандры. Отпустил грехи на неделю вперед. А что у нас в стаканчике-то, а? Что у нас в стаканчике-то, а? Вино. Наливали воду. Извини, я свои чудеса пока не контролирую. Идея фильма родилась у Гуськова, когда он посмотрел опрос на одном из телеканалов. Журналисты спрашивали у прохожих, что бы вы сделали, если бы узнали, что жить осталось всего две недели. И наоборот, а если бы жили вечно. Оказалось, наши желания на длинной и на короткой дистанциях одинаковы. Любить и быть любимым. Эта идея и легла в основу фильма. Работали над сценарием пять человек, включая Гуськова. Снимать доверили режиссеру Евгению Шелякину. Режиссер, который любит иронию, и который очень легко женит чудеса и фантасмагории в жизни с бытом. Вот, наверное, это мой человек. И я ему предложил сценарий, и дальше мы уже вместе дорабатывали. Он пишущий режиссер, я люблю таких. Всенародная любовь настигла Алексея Гуськова после сериала «Граница таежный роман». И хотя его герой был отрицательным, зрители попали под обаяние артиста. Вот он, настоящий мужчина. Если надо, и волку горло перегрызет. С тех пор Алексей Гуськов не перестает удивлять разноплановыми ролями. Активно снимается и в европейском кино. Так во французской комедии «Концерт» сыграл дирижера Большого театра. Ради роли освоил азы профессии и выучил базовый французский. А в итальянской картине «Он святой, он человек» сыграл главную роль – папы римского Иоанна Павла II. Причем претендовали на нее голливудские звезды Ричард Дрейфус и Мартин Шин. В новом фильме «Вечная жизнь» Александра Христофорова Гуськов тоже играет главную роль – бывшего актера, ныне аниматора в парке развлечений. В роли бывшей жены героя – настоящая жена Гуськова, актриса Лидия Велижева. Это уже пожелание режиссера. Супруги редко снимаются вместе. А вот вместе живут уже более 30 лет. У пары двое сыновей и внучка. Секрет семейного долголетия от артиста Гуськова выглядит так. Когда дверь закрывается, весь мир – театр, кино, режиссура – оно все остается за дверью. Новый фильм Алексея Гуськова с рецептом от осенней хандры на широких экранах появится уже скоро – в середине октября. Ирина Забродина, Павел Павлов для программы «Новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...